Дома в старой части Солигурска ремонтируют постоянно. Где-то меняют кровлю, где-то укрепляют балконы, где-то ремонтируют фасады. В основном это малоэтажные дома, которые превалируют в первых микрорайонах. Сейчас очередь капремонта дошла и до многоэтажек. Три однотипных девятиэтажных дома долгое время были доминантой этой части улицы. Выделялись здания, в том числе отделкой фасада, облицовочной плиткой, имитирующей кирпич. В середине 20 века её широко применяли для отделки наружных стен. А за два сквозных отверстия на торцевых сторонах, которые напоминали свиной пятачок, плитка получила название «кабанчик». Спустя годы такой вид отделки утратил свои эксплуатационные свойства. Фасаду домов требовался ремонт. Кабанчик, который эксплуатируется, он имеет свойство отваливаться. Там накапливается влага. При переходе на осенний-зимний период происходит отслоение плитки. Она падает в аварийном состоянии. Много участков уже было ремонтировано. Служба ЖКХ. Поэтому было, наверное, принято решение о компремонте этого дома. Компремонт начался одновременно на всех трёх домах – первом, девятом и девятнадцатом. Плитка с фасадов уже практически отбита, а в первом доме часть стен уже успели оштукатурить и покрасить. Цветовую гамму для домов выбрали светлую. Весь комплекс работ ведёт местная компания «Солстройкомплект». Для нас это уже работы знакомые. Мы выполняли такие работы на наших домах, на улице Ленина, 15 этажки. Мы там делали три дома. Тут, можно сказать, даже у нас проще. Тут девять этажей, там было 15. То есть уже нам это знакомая работа. Работа с люлек выполняется. То есть ничего для нас нового нет. Улучшит внешний облик дома новая обшивка балконов металлопрофилем и обновлённые входы в подъезды. Там установят новые двери и отремонтируют крыльца. Светлее станет и на лестницах. Узкие оконные проёмы увеличат в высоту до полутора метров и установят новые окна. В доме номер один отремонтируют мягкую кровлю. В проекте и замена внутренних сетей водопровода и канализации. Здесь частично включиться в работу нужно будет и жильцам. Смета капремонта покрывает замену коммуникаций до первого крана квартиры. Дальше подводку владельцам жилья придётся заменить за собственные средства. По словам строителей, провести внутренние работы – основная сложность для всех трёх объектов, которая в том числе влияет на сроки завершения работ. Считанный срок был до августа месяца. В августе нужно было закончить, но в проекте большие изменения, корректировки после вскрытия плитки. Нужно было корректировать отделку фасада, добавлять сетки, штукатурки. Вот тут происходит корректировка проекта периодически. Ну и основная сложность у нас возникает по внутренним работам. То есть одновременно нужны все жильцы девяти этажей, чтобы были дома, чтобы мы могли зайти в подъезд и одновременно поменять стояк канализации водопровода. То есть немножко вот сложность с пребыванием населения в своих квартирах. То есть мы пытаемся как-то вопрос решать, где-то кого-то нет, а переносимся. Но вот это вот трудность есть основная. Сегодня на каждом доме работает бригада из отделочников, сантехников, электриков. В целом работы выполнены на 50%. В начале октября строители обещают завершить капремонт всех трех домов.